Хей-хей! Всем привет, друзья! Меня зовут Николай, сегодня расскажу вам про Марс. Про Марс. Батончик Марс, это, наверное, всем знакомая вещь, это один из самых старейших батончиков в мире. Один из самых старейших батончиков в мире с 30-х годов прошлого века, уже прошлого века, он выпускается. И он является, грубо говоря, апгрейдом шоколадки Милки Уэй. Сначала появилась Милки Уэй, да, и сын того, кто сделал Милки Уэй, в общем-то, основал компанию Марс, насколько я понимаю, и эту шоколадку придумал. Все Сникерсы, все Твиксы и так далее, это все шоколадки, которые выпускаются компанией Марс. Я всегда думал, что самая главная шоколадка это Сникерс, на самом деле нет, самое главное это Марс. С нее все началось. Итак, вот такая упаковочка, она весьма красивая, запоминающаяся, и в целом она не менялась за долгие годы, как мне кажется. Написано так, оно прям размашивается, прям Марс. Красиво. Марс все будет в шоколаде, такой у них слоган сейчас. В принципе, почему бы и нет. Шоколад действительно хватает. 50 грамм шоколадки и 1 шоколадка содержит, соответственно, 228 калорий. Ну, это вам хватит, чтобы пробежать пару кружков на стадионе. Ой, такой прям острый запах, ну я имею в виду, сильно шоколадный. Даже пахнет, наверное, больше нугой. Пахнет нугой шоколадной. Это, в общем, такая шубстанция. Сейчас вы ее увидите, в общем-то. Да, пахнет нугой и таким немножко горьковатым запахом шоколадочек. Я пытаюсь его открыть получше. Во! Вот такая структура красивая у шоколада, как вены. Да, такая прям накачанная шоколадка. Такой красивый рифленый зад. Ну, как на всех шоколадках, типа Сникерса. Попробуем. Ммм, какой он нежный. Ммм, нежнейший шоколад. Едерственная проблема, это, как обычно, карамель, которая липтен к зубам. Но, даже так, безумно вкусно. Тут особый какой-то такой вкус, вот этой шоколадки. Он немножко даже какой-то кофейный, вы знаете. Вот эта шоколадная нуга, то есть, тут идет шоколад, дальше шоколадная нуга. Так какой-то почвенный разрез прямо. Дальше карамель, и снова шоколад. В общем, вот эта шоколадная нуга, она какая-то немножко кофейная. И такой у него немножко островатый даже аромат. Не скажу, что коньячный. Не тянет он до коньячного, но не такой он сильный. Но вот близко, близко, близко. Между ароматом горького шоколада и коньяком, что-то такое. Да. Вообще вкусная шоколадка. Она очень хорошо идет. Она такая легкая, что-то этой нуги. Так что можно съесть один шоколад за другим. Один марк за другим. Штук пять можно съесть за раз. Она даже не рекомендует, это делается слишком много. Но в том плане, что она очень хорошо уходит. То есть, ее есть быстрее и проще, чем сникерс. Помогите орехи, пока ты разгрызешь. Уберем и всю шоколадку можно проглотить. Хороший шоколад вполне. И интересно то, что в 30-х годах прошлого века рецептура особо не поменялась. Недавно мы делали обзор на мороженое Марс. Тоже, в общем-то, оно мне понравилось. Даже оно мне понравилось больше, чем шоколад. Потому что, ну, совсем оно легкое. Оно такое воздушное, это мороженое. Просто шикарное. Дело в том, что этот баточек, он такой немножко приплюснутый. Он, ну, я не знаю, как это видно. Он немножко такой... В принципе, неплохо. Вполне. Друзья, напишите в комментариях истории, связанной с шоколадкой Марс. Может, с вами что-то дикое произошло, пока вы ее ели. Когда вы ее покупали. Купили себе блок шоколада, а они пропали. Да. Напишите, что вы все-таки больше любите. Сникерс или Марс. Позвольте, может быть... Давайте, призываю в комментарии всех фанатов шоколада Марс. Любите ли вы Марс? Напишите. Вот. Ну, а я продолжу чаепитие с этим шоколадом. С шоколадным батончиком. Вполне, в общем-то, я доволен и счастлив. Потому что он сейчас у меня в руке. Жду ваших комментариев. С вами был Николай. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok